Здравствуйте! Слышно вам хорошо? Слышно хорошо? Да. Посоветоваться хотел с вами. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, говорите. Ну, посоветоваться хотел. У меня есть младший брат Сестравы. Хотел посоветоваться, как быть, как дружить, чтобы мирно жить дружно, потому что бывает часто ссоримся. Общий язык не находим, хотя Евангелие читаем, но все равно бывают частенько ссоры какие-то. Хотя и знаем, что неправильно делаем, но как-то дружбы нет. Не знаю, что делать в таких случаях. Стоит и смиряться. Где он? Ешь там, брат, давай сюда его. Пусть рядом сидит. Не хочешь рядом сидеть? Сейчас рядом сядь со мной. Добрый день. Я хотел поговорить с вами, или вы, вернее, хотели, чтобы тут как-то поговорить-то. Я рассказ один вспомнил такой. На корабле, когда проезжаешь, ну я плыл на корабле пассажирский, то там есть такое место, ну как сказать, сберкасса или банк. Ты можешь прийти и сдать вещи. А когда будешь сходить, уже доедешь, доплывешь до места, опять вещи получить. И вот один подошел и сдает вещи и говорит, мне неудобно сдавать. Ну приходится сдавать, говорит, в наш кубрик поселился еще один человек, нас двое теперь, и он у меня никакого доверия не вызывает. Ну то есть, я боюсь за свои вещи. Который принимает кассиру, да ничего, ничего. Он говорит, уже приходил, вещи сдал, а вас то же самое сказал. То есть, не вызываешь ты сам доверия-то, говорит. Вот у нас часто так именно бывает. О чем спорит ты? Мы все смертные, коротенькая жизнь. Надо распределить обязанности, это первое. Вот, допустим, обед вам кто готовит? Родители. Родители. Все остальные готовы. Значит, нужно как-то один сегодня, завтра другой делает работу. Определенно зачем-то, чтобы работа поровну была. Оно сразу как-то человека направляет к тому, что мы нуждаемся друг в друге. Определенный порядок. Вот мы вставим 4.40, то я дверь не открываю на улицу, потому что Владимир спит. Как только 4.40 там звонок дал, он просыпается, я запел аллилуйя и тогда выхожу на улицу. Мало ли что. А так зайди человек и знать не знает, спит. Значит, у нас четкая программа, определенный порядок, за столом, в комнате, приеме гостей. У нас все расписано. И у нас никогда ни слова нету. Я, конечно, старше его. Ему 40 лет, а мне 80. Я считаю, в два раза. Ну и даже вот... У нас тоже. Да. Вот что сказали? У нас тоже, говорю, порядок. Ну вот. Вот, допустим, я был начальником в армии, там, старшиной. До этого работал прорабом. Определенная должность и требует внимания к ней. Есть подчиненные, есть, которые старше меня, которые ниже. И никогда не было спора. Тем более, я в МВД работал с заключенным, и меня постали работать. Там не наговоришь много-то. А я кого там? 20 лет. Еще опыта-то никакого не было. И вот, чтобы спорить, у нас это неприемлемо. Вот, я верующий, у меня есть разрешение такое. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Написано, парисеи спорили со Христом. Но он не спорил. С учениками спорили, но они не спорили. Да, слушаю. Вот спросить хотел. А вот на тему Библии, так на тему веры мы никогда не спорим. А бывает, тема не затрагивается, а в чем в Библии нет. Ну, какие-то, бывает, в мире что происходит там, или дома какие-то вещи. Вот, я так считаю, я так считаю. Ну, и вот за мелочи какие-то, бывает, теряется мир душевный, споры, ссоры какие-то. Вот тут как лучше быть? Ну, вы сами подумайте, важно ли, о чем вы говорите-то. Почему ему свое мнение-то не иметь-то? Он личность, совершенно отдельный человек, у него какое-то мнение. Мнение бывает от незнания, от гордости, причины какая. Ты должен подтвердить. Сказал, он не принял. Ну, отступись тебе-то, зачем дальше-то идти? Он не принимает это. Что у нас бывает такое, даже в общей. У нас свое мнение, у каждого может быть, но оно должно быть во свете Библии. За ложные слова, трактовку неправильную, ты будешь отвечать перед Богом, куда кого влечешь. Поэтому, сказал, он не принял, а остается один рычаг. Молите. Молите спокойно и скажи так, это Господи, так хочется, чтобы быть. Как хорошо, когда, говорит, хорошо жить братьям вместе. 126-й целом, кажется, говорит. Это как Илей, стекающий на бороду, бороду Ауронову. Вот как Илей на бороду, а у него бороды нету, и поэтому так хорошо быть братьям вместе. Бритому намного труднее с бородатым быть. У тебя Илей на бороде, а у него где, на подбородке? У него есть, он еще просто молодой. Ну ничего, я к примеру говорю, в виде юмора. Так, написано в Салтере, 3000 лет назад. И он не знал, с чем сравнить. Так, волосы-то на бороде, это в разные стороны. А когда Илей, масло-то, оно слепляется вместе. И так братьям вместе хорошо быть. Вот, Игнат Ильинич, а хотел Вас спросить, а как вот у Вас с Вашим братом Иакимом было? Как вот Вы с ним дружно, вообще вот с молодостью как? Бывали разногласия или в основном так всегда? Потому что бывают братья совпадают характерами, знаете? Бывают, мне кажется, вот они совпадают характерами. Вот он, какой-то вот, вот я знаю по себе, я более, например, пылкий, там, вот люблю их пообщаться, как-то более, там, люблю, вот не знаю, ну, какой-то я более действенный. А вот мой брат, например, он полная как будто противоположность. Он, наоборот, больше молчит, особо так думает много. Вот совсем другое он полностью. И вот здесь мы немного как бы не стоимся, мне кажется, тяжело немного. Вот у Вас как было с Вашим братом? Ну как, во-первых, у нас семья большая, пять братьев, пять сестер, десять детей. И у нас авторитарность отца была, он не был подкаблучником. Слово отца сказано, мы даже не слышали. А мать скажет, отец спасет коров, у него руки левые не было, почти под самое плечо, с фронта. А отец придет, а что скажет? Вот это, что скажет, имело какой-то особый, пугающий, сакральный смысл. Если сказали, выпал этот полгектара картошки, а два ряда куда? И я два ряда эти выпалю, ползу, солнце печет. Я скорее в четырем часам примерно дня беру два ведра и тогда в поле сустиков поймать. Потом шкурки сдать, чтобы мне велосипед надо, мне в Корщину ездить 15 километров от дома. У нас-то четыре класса только в деревне-то. А у меня старший брат, он на пять лет старше меня был, Самуил. Он все умел делать, а я ничего не умел делать, у меня никакого толку нету. Я строитель, я могу построить и дом, и все. А он делал как? Сам магнитофоны делал. Сам трансформаторы на эти, разные трансформаторы делал и там вставлял. И радио сам, радиоприемники сам делал. Ты понимаешь, какие узнания было-то? У меня есть такое выражение неправильное, но оно есть, говорит, боготворил. Он лыжи сделает, осину. По вдоль расколет, дальше отешит ее, загнет, палочки сделает. Помощился в другой деревне. Я не знаю, так он проехал на лыжах, я вырезал, где след остался от лыжни и хранил его до самой весны. Он все умел делать. Вот что бы то ни услышал, увидел все. А у меня нету. И поэтому у меня, если появлялись какие деньги, он у меня их выманит обязательно. Я пойду в армию, я там заработаю. У меня ума не хватает, что в армии-то не работают. Денег-то там не дают. Вот. Поэтому с братом не было ни одного слова против. Когда мы жили на квартире, 15 километров-то, а с собой брали еду на неделю. Или кулага там. Эта пшеница разваренная там, из нее как кашица такая получается. Ну, мне мало он дает. А он выше меня ростом, я есть хочу. Вот она, ну, давай померимся. Ну, кого мериться, я ему до плеча не достаю. Он выше меня ростом-то. Ну, я и замолк. А что против брата сказать или... Этого нет. А за ним я старше. А дальше он с армией уже не вернулся домой. В Москве остался. А эти-то ниже меня. А это моя команда. Я их утром всех поднимаю на зарядку. Я готовлю свою организацию. Они у меня как солдаты. Ребятишки все были. Дальше после меня... А с отцом Якимом как вы там жили в молодости? Как у вас было? Что как? Как жили в молодости? Как у вас была дружба? Была у вас? У нас была абсолютная. Мы друг за другом стояли горой. И чтобы старшему противоречить у нас вообще этого не было. А старший я теперь остался. Брат-то в Москве. Ну, а я раз верующий, я с детства бога знал-то. И ко мне прислушивались. Ну, мною мать пугала ребятишек. Я в Корченой. Там пятый, шестой класс-то. Но они-то меньше. Вот отец Аким, он на пять лет моложе меня. А другой еще там где-то. А вот Игнатий придет из Корченой. Он еще нам скажет. Это отцовские слова. Все надо прибрать. Я любил чистота, чтобы была. Я начинаю выметать все, мыть сразу полы. И они уже готовились к моему приходу. Вот. Бог давал такой, как бы, авторитет. Почему? Ты должен сам жить, как должно. Я иду и приезжаю из города. А в доме у меня там отец. Ну, с друзьями там выпивают сидят. И в избе курят. А там иконы. Но они меня увидели в окно. А мужики деревенские, здоровые-то. Кто-то закричал, говорит, Игнатий приехал. Они как бросились все в дверь. Мужики. На улицу я зашел. Табаша. Ни одного человека нигде нету. Мне не приходилось ни ругаться, ни говорить. Вот. Бог давал. Вот такое мое положение было. Я понял. Да. И чтобы спорить, с братом-старшим такого не было. Я просто не имею опыта такого. Не было этого. Совершенно никак. Они знали, что я все время работаю. Они помогают. Они помогают. Там омшаник надо. Пчелам построить. Там. Отец с одной рукой. Косить, где мы все вместе. Стены возить все вместе. Купаться, рыбу ловить вместе. У нас этого не было. Раз я старше, значит, я отвечаю. Отец с одной рукой. Поэтому здесь я могу сказать, что это правильно. И Писание об этом говорит. Старший брат в уважении. Если человек спорит и по пустякам, это ему не на пользу. А ты покажи смирение. Ну не так. Да важно ли дело-то? Сказал не так. Ну и помолись. Вот. Что-то такое надо работать. Вот этот. Сергий Радонский зашел. А братья-то монаха-то много. Так. Кто свободный? Тут надо дрова наколоть. Никого нет. И сидят все. Уткнулись что-то. А кто за водой сходит-то? Никого нет. Один я свободный. Взял воды натаскал. Взял топор и пошел работать. Один. Свободный. Был тогда. Братья его-то один нанял. Говорит. Его там стенки сделай. Стени. А это надо бревна все это делать-то. Ну и когда он сделал. Он Авва. Настоятель. Сергий Радонежский. А они ему дали сухари. Заплесневые. Старые. Зеленые. Он говорит. Когда ел. А монахи напротив сидели и смотрели. Как изо рта у него шел плесневый дым. И он и никому слова больше не говорил. Ну а если уже ложились спать где-то. Он проходил и слушал. Что во сне это. Лег не разговаривать. Он тогда в дверь ударял рукой. И все замолкали. Вот. А там еще я жития насчитывал. Поэтому я их знаю. 1173 биографии. Это были очень строгие. А были. Вот по флоте Боровской. У него же братья монахи. Он остатель монастыря. Он настолько строгий был. Когда на исповедь шел к нему князь. Князь это хозяин земли. На которой монастырь стоит. У князя этого Петра. Ноги подгибались от страха. У князя шел на исповедь. То есть он до такой степени был строгий. Он прямо говорил. Что ты сегодня умрешь. Что ты будешь делать тогда. Дух противления тебя куда потащится. Это против Бога идет. Заповедь гласит. Старший брат. Уважение у братья. Прямо описание говорит об этом. Ты же нарушаешь Божьего. Да и так понятно. Если старший брат болеет. Тут уже он не может еще делать. Вот тогда тот берет опеку над ним. Я могу только это сказать. Как в нашей семье было. У нас никогда не было. Мы не слышали чтобы отец с матерью ругались. Никогда. Ни разу. Представь. Десять ребятишек. В план все забрали. У нас еще нету. Мороженую картошку. И мясное где-то найдешь. И ни одного больного нет. И никогда мы не слышали чтобы родители ругали власть. Никогда. А на двоих с отцом и матерью полчаса даже не было у них. Да. В общем я хотел спросить. Я не очень понимаю о чем вы говорите. В смысле. Сейчас объясню. Может вы неправильно поняли. Если меня брат как бы попросит что-нибудь сделать. Например сходить в магазин или что-то еще. То есть использовать. Я могу это сделать. Обычно никаких споров не возникает по просьбам. Или просто например он куда-то ушел. Я могу что-то за него сделать. Я не могу это сделать. Как бы нормально отношусь к нему. Ну вот например. Когда идет какой-то разговор. Вот приведу пример. Вот сейчас. Недавно. Мы можно так сказать опять же разошлись во мнениях своих. В общем шел разговор. Мы посмотрели некий фильм. Там короткометражный такой фильм. И в фильме велись как бы рассуждения. То что. Человек из СССР. Говорил то что. Какой СССР был. Можно так сказать. Лучшая страна была. И у нас была гордость. Наша гордость была как бы. То что. Он в Афгане воевал этот человек. И он говорит то что. Вот страна моя была гордостью там. Она мне дала квартиру там и так далее. Работу. А человек из нашего времени говорил то что. Моя гордость это вот деньги. Там. Гора денег. Там. Долги надо раздать. У меня было денег. Много денег там. И так далее. И вот мы посмотрели этот фильм. И. Сделали как бы да. Общий вывод. То что скорее всего. И та и та гордость. Там в конце у них обе трагичные судьбы. Тот умер на Афгане. А этого потом убили тоже. То есть. Гордость она. Мы как поняли. Она и там и там их подвела как бы. И вот начали мы говорить. Говорить. И. Потом. Мой брат говорит. А я бы сказал. Этому афганцу. Который с афганцами пришел. То что моя гордость. Бог. Или как ты его сказал. То что я верю в Бога. Я ему говорю то что. Ну Дим ты знаешь. Как бы то что. Ты умрешь. Ты умрешь. Ты умрешь. Как бы в аду сгоришь. Или все это суетное. Некоторые говорят. Да я понимаю. Но я живу ради удовольствия. Понимаете о чем. Я говорю то что. Ну. Некоторым просто все равно. Вообще как бы на Бога. Зачем им это говорить. Они не поймут просто. Нет смысла. Он мне все равно доказывает. Я не понимаю просто. Я в конечном итоге. Сейчас говорю. В конечном итоге. Он сводит опять. Тему куда то. Не понять куда. Я говорю. Я тебя не понимаю. Мы же говорили о другом немного. Он говорит. А ты любишь спорить. И все. Вот так вот заканчивается разговор. Я понял там что. Одни хвалят. Советский строй было. А другие что сегодняшняя жизнь. Разошлись во мнениях. Правильно? Да. Ну вот сказать там. Те которые люди хвалят тамошнюю жизнь. Да. Они не жили там. Они не знают. А мы там были. Я из тюрьмы не вылазил. Ведь зачем она мне там власть то. Мне свобода нужна. Да погибло. Ни худа ни мало. Вместе с другими славянскими народами. Сто миллионов погибло. От репрессий. Это 66 только внутри страны. Это как. Меня туда не тянет. Вот у нас детский лагерь. Я начальник его основал. В 45 лет его бы не было. Если бы. Советский строй сейчас был. У нас ни одного бы не было. Ни интернета. Ни скайпа. Ничего. Как в Северной Корее. Если у человека есть телефон. Его могут рассмотреть. Вот как. Что то тут. Волос какой то. Вот. Поэтому. Туда смотреть. Что там было хорошо. Или как то. Это. Все забирали в план. Ничего не было. Рабство было хуже самого крепостного. Поэтому. Туда глядеть. Это. Вообще не знать. Куда глядеть. За свою жизнь. Никто. Не мог поручиться. Что до утра доживет. Воронки эти гуляли. Как хотели. Любого арестовского. Представь. Академик Вавилов. Оно. Копшеницы. С мира. Он собрал. 120 сортов. Это. Люди. Крайне нужно. Кто в космос. Главный. Гагарина. Это. Королев. А он сидел. В шарашке работал. Кого не возьми. Да. Сидели. Там. Это. Ну. Нельзя это скидывать со счетов-то. И ничего нельзя было даже шепотом сказать. Сразу доносили. Все. Стиксочили друг на друга. Храмы разрушены. Деревню православную даже и думать не надо было. Нельзя восстанавливать. Что не возьмет. У меня книги вышли. Я бы ни одного листика не издал. Я вел занятия в пяти университетах. Какие университеты? Меня близко не допустили. Не в школах. А я вот сколько лет вел занятия во всех отделах милиции. Воинских частях. Три радиопрограммы. Я распространяю слово Евангелие. Этого ничего бы не было. А жизнь состоит не из том, что я гороху наемся. Квартира. А квартира-то не твоя. Если уезжаешь куда? Сдай. Она не твоя. Приватизировать нельзя было нигде. В колхозе были. Паспорта они выдавали, чтобы никуда не уехал человек. Единственное, что если она вышла замуж, и тогда ее мог кто-то и вытащить там городской. А так никак нельзя было. Ну какая же жизнь-то? Поэтому если человек хвалит, он не знает, что хвалит. А ты попробуй один день прожить, как тогда мы жили. И ты увидишь, что все не так просто. И сегодня же это сильно не нахвалишь. Но, представь, у нас миссионерская поездка была. Я решил подарить 38 своих книг. С Барнаула живу. До Владивостока дошли. А потом забросили в общей сложности около 9 тонн. Книг на границу. А потом дошли до Лиссабона, Португалия, Скандинавии, Прибалтику. А тогда выехать ни под каким видом нельзя было. Вот международный конгресс. Съезд. Я не знаю, от чего, как, но меня избрали на этот конгресс. Я оформляю документы. Надо заграничный паспорт. А это уже... Я все получил. На выходе меня стоп. Назад. А теперь, когда там показывали... Вот СССР там стоит. На пизде СССР. И пустое место. И там пишут Лапкин, диссидент. Вот. А теперь я и было в Америке. Я хотел... Брат уже сколько раз ездил. Ну, тоже там... С теми... Этот... Совет там мы были... Решали, когда... Все епархии туда съезжались. Меня пригласили в Канаду. Я в Америке много ездил. Выступал, проповедовал. Вернулся. Я никому не нужен. У меня хорошее отношение с властями. Ну, просто хорошее. Я реабилитирую. Тогда я не мог выйти реабилитирую. А теперь я реабилитирую со всеми льготами. А я ими не пользуюсь даже. Бесплатный проезд в любой конец страны. Я ни разу не съездил за 20 лет. Мне это и не надо. Это ничего бы не было. А теперь вот о чем-то вы заспорили. Ну, посмотреть, важно это или не важно. Делайте ведь... Вот. Он сказал... А ну, что это это? Ну, по-твоему, не будет... Мнения... А мнения... А мнения что спорить? Мнения разные. Из вас никто не курит? Нет. Ну, трезвый разум. Вам не в дыму сидите-то. Он не согласен. Я тоже, что говорят, а кто-то не согласен. И все, я замолчал и отошел. Я не буду говорить, если мой брат младший, но он священник. Ну, а у меня везде порядок. А у него приехали там священники, сидят за столом. И одна из жен священнических прислуживает, а сама бесплатка. А эти сидят там без рукавка, над чашкой склоняются. А я сразу сделал замечание. А гость этого брата не у меня. Ему это не понравилось. Ну, он еще посмотрел на меня, говорит, да уже время вечернее. Тебе, может, пора домой идти. Я был таковский, поклонился. И скорее на улицу вышел и сам себе про себя смеюсь. Думаю, как ловко меня они выставили-то. А эти все сразу надели рубашки. Платок женщина надела. Брат потом сам смеется и говорит, как ты успел сказать-то? А я бы сказал, что ты мне указываешь-то? Я говорю, никогда. Он сказал, я сразу начинаю обдумывать и вижу, все умно сказал. Умно. То есть он прозорливый. Ему Бог дал этот талант. Вот такое дело. А вот еще, как бы хотел сказать, если все-таки отходишь в сторону, как бы... Ну, я же не могу просто встать и выйти из комнаты. А если молчу, то это как-то некрасиво закончить разговор. А если сказать, я тебя понял или услышал и замолчать, опять же, человек думает, что ты обиделся. И как бы правильно объяснить то, что твое мнение, окей, глупо твое мнение, у меня свое мнение. Ну, гнуть под свой аршин-то, говорит, не надо. Ну, сказал мне так. Дружба-то дороже всего. Главное, что когда нет дружбы и на кого-то что-то имеешь, нельзя молиться. Если ты вспомнишь, кто-то на тебя имеет, ты должен положить жертву, пойти и примириться. Так написано? А жертву это мы стоим перед распятием. Да о чем тогда говорить-то? Вообще говорить не о чем. Наше мнение. Да через неделю уже не знаешь, из-за чего мы спорили-то. Через неделю. А целая вечность перед нами. Да ради этого... Да какой разговор-то? Если бы он сказал, Бога нет, а ты сказал, Бог есть. Ну и все. После первого, второго вразумления отпрощайся. 3.10. Послание к Титу. Почему? Ну, он говорит ересь. Он развратился и будучи самоосужден. Его нельзя переубедить. Но молиться можно. Я вот сегодня одному только написал письмо. Мы долго за него молились. А человек очень важный. И он сейчас... А когда я говорил, он был против. А сейчас все полностью принял. И таким выступлением разразился патриархийным. Я ролик уже выставил один. Самый последний. Можете посмотреть. И где-то там в 45-й минуте я уже насчитываю его труд. Ну, как-то не напрямую записывался, а через интернет. И поэтому я положил мысль пересчитать заново. А считать два с лишним часа. А только одно выступление его такое. Очень и очень своевременное и сильное. Что с миссионерской работой случилось. Я доказываю, что миссионерские отделы они быть не могут. А кто-то не согласен. Это ваше дело. Я доказываю абсолютно точно, что по два Бог посылал всегда. По два. И в детском завете, и в Новом Завете. По два. Какой отдел? Миссия – это труд нечеловеческий. Только Дух Святой это может сделать. Говоришь, и человек меняет свои взгляды. Меняет отношения к жизни. Человеку это нельзя сделать. Это делает Бог. Бог делает через твои уста, твои руки, твои уши. Спорить никак не надо. Вот я никогда не спорю. Просто ни о чем спорить. Сказать один раз я могу, а дальше он так понимает. Это ни на чем не отражается. Если бы он сказал так, а ты сказал, а я считаю, что чашку надо кверху дном и на нее наливать тогда. Еще останется то твое. Ты бы сказал, так я умру тогда? Ну посмеялись бы, да и все. Тогда лей в ладони мне. Я просто беру такие уже казусы. Никогда этого не должно быть. Он сказал старший, тем более из уважения. Никогда не приказ. Вот свое мнение при себе оставь. Со старшим братом держи такую связь, что как отец родной. Ни одного слова против нельзя. Он сказал, мнение свое высказал, больше еще не надо. А я считаю, при коммунистах было хорошо. Ну еще из этого. Хорошо было, а я туда не хочу. Если туда, меня сегодня должны арестовать и опять увезти. Который раз. Свобода дороже всего. У нас хватает всего. Вот у меня пенсия 35 лет трудовой стаж. И пенсия 8 141 рубль 33 копейки. Ну и живи. Это за электричество я должен, за интернет, уголь, дрова. Все должен покупать на эти 8 тысяч. Ясно, что это далеко до прожиточного минимума. Ничего. Каждый день я сытый. Господь так устроил. До лагеря. У меня детский лагерь был там. Ну и помогают люди обращаются. Что-то остается там. Макароны, мука. А тут знакомая наша сестра одна. Верующая. Она. Мы отвезем мешок. Она полмешка. Я говорю тебе. Она хлеб стряпает. Масло растительное осталось. Сдал. И мы всю зиму питаемся. За хлеб ни копейки не платим. А из деревни привезли картошка у нас. И морковка своя. Ну все у нас есть. Вот благодарим Бога. Такая жизнь веселая и радостная. Никогда не надо спорить. Оно не стоит того даже, как говорят, выеденного яйца. Я вот сейчас слышу. А были у меня какие-то споры с кем-то? Даже не припомню за всю жизнь. Он сказал так. Я все. Поделись мнением. Ну и все. Я один раз был. Сейчас не знаю где. Город Сакраменто кажется. В Калифорнии. Там где-то ближе. В Америке. И там два старика. Лет по 70 им. Один за красных. А другой за белых. Они переехали. Бежали когда-то дети уже тех людей, которые были. Ну и один под машиной лежит. А этот стоит. Ну тот, который под машиной, это Митрофан. А этот Никифор стоит. А который под машиной, тот за белых. А этот за красных. А я стою, слышу, как они разговаривают, что-то доказывают. А потом один из них из-под машины вылез на этого, посмотрел. И говорит, а ты не прав. Он говорит, а почему я не прав? Да потому что ты, говорит, голос стал повышать. Стал сердиться. А тот второй-то постоял маленько. Да, говорит, нашел. Ты прав. До свидания. И пошел домой. А у нас бы до хреботы спорил и такой народ-то. Сразу ему выложил, да ты прав. Я заволновался уже. А если правда на твоей стороне тебе еще волноваться? Ты сказал и спокойно. Вот и все. А если, можно так сказать, допустим, у меня есть своя как бы правда. Я, допустим, в чем-то уверен, да? А вот мой брат, например, он невежество, что ли это называется, когда человек говорит то, чего даже сам не понимает. То есть не читал, не знает. И он просто, когда это говорит, то как бы понимает, что это стопроцентная ложь и просто от незнания. У тебя это как-то, не знаю, колит, что ли, что человек как будто специально это делает, хотя сам не понимает. Ты ему вышел, что ты не понимаешь это. А он все равно продолжает. То есть это больше раздражает. Может это из-за гордости, вот я не знаю. Понимаете, тут такое. Он когда сказал, все рассматривать в Библии. У него перевес сильно большой. Вы сказали, ну все правильно кажется, но по священному писанию для жизни вечно это дело не нужно. И он сказал свое мнение. Его любой может опровергать. Но смотря в вечность опровергнуть этого нельзя. Он говорит, ну надо же жить так нормально. Что вы такое? У вас такая беднота. А я этого не считаю. Святые все жили в бедности. Все упрекают патриарха. У них счастливые там за 300 тысяч. Ну какие это там, не знаю, чуть ли еще пироги не пекут ему. Вот. А у меня ничего нету. Я самый счастливый. У меня в интернете другие люди, которые меня знают. Большого такого звания. И они говорят, более счастливого человека мы не встречали. А почему? Вы делаете то, что вам нравится. А я люблю самое главное говорить о Христе, приводить людей ко Христу, жить со Христом. Да, у меня есть определенный метод работы с людьми. Я миссионер. И Господь обращает новые души. И я с чем-то не согласен. Не согласен с большими своими, которые вышли до патриарха. А почему? Потому что они отвечают не по Библии. По Библии он должен вот так ответить. Я ему показал местописание. А он не принял. Все. Я свободен. Если он поступает неправильно. А ты промолчал. Он обязан сказать. То ты погибнешь. А его кровь. Бог говорит, я взыщу с тебя. Но если ты говорил, он погибнет. Его кровь на его голове. А ты спас свою душу. Если поступает неправильно. Судит неправильно. Один раз может сказать. А другой выслушит. Больше не говорил. Ну о чем говорить то еще. Затмение Луны. Солнца. Или что касается личной жизни. Я вот не знаю. О чем спорить то. Если по Писанию у нас. По Писанию еще спорить. Когда у нас толкование все есть. Как раз говорит сектантом. Мне еретики. Я ему доказываю. Он не соглашается. Нет. Не спорим. Ну да. Ну тут надо просто уметь. Сдать задний ход и все. Я сказал то для пользы. Но ты не принял. Я уже не отвечаю. Все на этом. Тема закрыта. Другой начинает доказывать. Я сказал тема закрыта. Я думаю о другом сейчас. У меня встреча сегодня с людьми. Я никогда не повторяю то что было. Сказал. А ты не понял. Если дорогой человек бывает два раза сказал. Ну это же немного грубо так сказать тема закрыта. Ну да. Ну о чем именно. Я же не знаю. Он мне еще не говорил. И поэтому я что говорю. Просто говорю как в жизни бывало мне. Встречать приходилось. Какие ситуации. Я не теоретик. Я практик. Я практически не знаю как применить в любой обстановке. Как разрулить. Чтобы сохранилась дружба и любовь. Это главное. В этом самая главная роль играет возраст. Он старший. Ему принадлежит как первенство. Все. А этот может остаться ни с чем. Но это говорилось в ветхом завете. А вновь мы равны все братья. Просто внутренне надо настроить на себя. Писание говорит. Старшему брату иметь уважение. А ты как старший опекай его. Иметь схождение к нему. И все. Даже говорить не о чем. Тем более родные братья. Вы должны очень близки быть друг к другу. Очень. Когда не будет никого. Как трудно людям. Я у дедушки один. Я у бабушки один. Песня поется. У меня сестренки нет. У меня братишки нет. А у нас мы никогда этого не знали. Пять сестер. Пять братьев. У нас свой табор. Мы все умели делиться. За малиной послали. Прислали нас 10 ребятишек. Отец с матерью 12. И бабушка наша. И мы сразу делим на 13 кучек. По ягодке считали. Чтобы никого не обидеть. То есть вот эта любовь такая сохранялась. Я старше. У меня одежда если какая есть. А младший который подрастает. Одежда уже идет ему. И мы тоже это понимали. Это естественно. Я в городе теперь живу. А ты дома в деревне. Тебе можно и поскромнее. А мне хоть как то надо прикрыться. Я считаю все хорошо. Стоит только поклониться друг другу. И сказать прости меня брат. Давай блядься и поцеловаться. Как хорошо быть братьям вместе. Вы счастливые. Все мирно. Говорят. Вы же не на кулачках доказываете правоту друг другу. Благодарю Ильяна Тихоновича. Да. Слава Господу. А бывает вот свои верующие. Он начинает там хамить или что-то. Приходится осаживать. Тогда более строго я говорю. Сказал и отошел. А нет значит. Ну и чужой человек. Вот в интернете бывает. Он нападает туда. Я его заблокировал сразу. Выкинул его. Ну заходит материться. Ну еще могу сделать. Убеждать. Он попал не туда. Ты сам видишь какие у нас ролики. О чем речь идет. Молитва. Чтение Слова Божие. Собрание. Строим деревню православную. Ну видно что мы не просто так сидим. И дорогу строим. И пруды облагораживаем. Рыбу разводим. Пасем скот. Продают молочное. Это работа. Я не знаю как бы был. У меня никогда машины. Это не было. Мотоцикла. Велосипед. Все. Он мне подарил. Тут один. Я ему там книги подарил. А он мне подарил велосипед. Купить то тоже не на что. Я езжу на нем поминая его. Помоги ему господи. Благодарю Игнать Тихонович. До славы Христу. Иван Игнать Тихонович. Благодарю. Отключаемся. Отключайтесь. Во славу Божию. Это через день примерно я могу поставить этот ролик. И вы себя увидите. А вы еще бы друг друга обнялись сейчас. Да поцеловали. Вот было бы здорово окончание-то. А ты как старший. Покажи какой брат у тебя хороший. Вот. Просто замечательный. Я радуюсь на вас. Он скромный. То что тебе надо. И больше никогда никак не пытайся переспорить или что-то. Больше упражняйтесь в молитве. Вместе считаем Слово Божие. Вместе работаем. Все вместе. Хорошо быть братьям вместе. С Богом. Храни вас Господь. На славу Божию. С вами. С Богом. Храни вас Господь. На славу Божию. Продолжение следует...